доброе утро мои дорогие проснулась в шесть часов стала читать комментарии написала мне алиса вот зачем вы так себя мучаете оставьте ключи риэлтору и уезжайте туда где вам хорошо вот девчонки правда как хорошо давать советы риэлтору у нас с риэлтором договор еще был подписан два года назад еще алинка моя ходила с тех пор мы его и не видели ни разу такому можно оставить ключи миша нас далеко живет 170 километров это нужно искать людей которые будут жить в домах таких людей которым можно доверять мы иначе просто все вынесут вообще не представляю что тут будет два дома набитые техникой сами-то вот так представьте головой подумайте если не продадутся дома осенью я конечно уеду но надо найти людей чтоб жили тут что так не даете вы мне покоя свои комментарии да и езжайте туда где хорошо я так думаю что у меня уже нигде не будет хорошо просто мурманске она привычный тут проблема на проблеме с домами с проблемами всяким так что вот так но хотелось бы конечно продать со спокойной душой уехать уже так что это у меня утренний крик души к вчерашнему видео но как по-другому каждый раз вот это писать в комментариях во-первых это длинно муторно я уж лучше прям вам всем скажу ну ладно день начинается пойду мыться мальчишкам завтрак готовить ну и опять круговерть что делать жизнь такая бабушки съездили сегодня на цыганский рынок эринсан накупил цветочка в корыто для поросяк сажаем цветы у нас еще такая мысль девочки разобрать холодильник от которого мы не можем избавиться никак и туда что-то посадить но это мы попробуем ладно это у нас эринсан рука легкая я искала сажать сама и петушки посадим сейчас видали какая у нас обнаженная маха загорелых так местные такие не загорелы вот красивый желтенький я вот такой вот такой ну все осталось полить вчера пацаны сломали у нас вот эту поливайку которая много режимов то там переключения купили сегодня за 36 рублей поливайку 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 да а те ломаются ну просто блин выключайте воду Что у нас сегодня творится? Такие-то важные ледя. Ужас какой-то. О, сколько слив пошибало ветром. После обеда еще сильнее обещают ветер. Вот так весь урожай сливы. Собочек сгребаем. Да. Такой ветер вообще. Что она делала? Да ужас. Там и вишня, наверное, вся тоже. Вишня тоже вся. В этом году и так вишни мало там было. Ну ладно, зато меньше потом по голове падать будет. Да. Я как вспомню. Господи. Слива по голове. Тынки-тынки. Не падает. Что ты думаешь? Вот как вы думаете, сажать нам не вы что? Вот Валерик разобрал нам старый холодильник, который я все хотела сдать. Сейчас посадим мы в него чего-нибудь. Да, мужчины иногда в доме нужен. Так вот ложится? Да, да. Да прям тут далеко-то я не тащу его. Да подожди второй. Нет, чтобы не загружать его, не будем пока загружать? Да, посмотрим. Сейчас второй месяц сюда, чтобы его купаться можно в ванной. Вон, одну запустила, вторую запустила. Пускай плавает. Вот спасибо, дорогой. Вот это, затащи обратно. Чего? Пойдем встал. Тоже тут. Рядом тут. Не, подожди, мы сейчас вдвоем. Так вот. У нас все в ходе. Задумались. У нас еще один холодильник стоит. Вон он. На крыльце стоит, мешается. Еще что-нибудь посадить надо. Остатки. Ну, Тарин сам мне в голову такое пришло. Я говорю, некуда. У нас вот еще перегною вон три мешка. Говорю, ну некуда его. Уже везде на грядки сыпали и все. Вот надо, додумались. Два голых человека. Что за день сегодня? То с одной стороны ветер. Потом успокоилось все. А теперь запах. Ой-ой-ой. Сейчас что-нибудь надует. Как? Угу. Пылище летит по дороге. Только закончили с холодильником. Валерик у нас ушел в магазин пешком. Добавил с обоем. Я вижу. Угу. 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 Абрад пешком. Угу. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok